Спортивное лето в Тюмени уже нельзя представить без фестиваля ГТО. А раз погода в июне пока не радует, то прямой путь к тому, чтобы поднять настроение, поход в тренажерный зал или любая другая альтернатива такому действию. Спорт, как известно, помогает в выработке гормонов с положительным знаком. А это, само собой, способствует и лучшей работоспособности. Совсем не удивительно, что одной из составляющих фестиваля является соревнование между трудовыми коллективами. Уметь найти в плотном рабочем графике место для спорта – задача не из легких. Впрочем, было бы желание, а у этих людей оно, безусловно, и есть. Сейчас это является вообще отличной мотивацией, и работодатели уже видят, когда у них здоровые, сильные, активные сотрудники, то у них, конечно, там и работоспособность повышается, настроение совсем другое. Не говоря уже про то, что, как правило, эти лидеры являются очень часто… Эти люди, носители знаков, они очень часто являются еще и лидерами в коллективах. Это, наверное, закономерно, потому что спорт помогает выявлять, поддерживать вот эти лидерские, наверное, качества, вот эти лидерские амбиции. Спорт для так называемого тимбилдинга, то бишь сплочения коллектива – необходимая мера. За веселыми и здоровыми людьми тянутся и другие. Из-под палки на фестиваль никто никого не гонит. Безусловно, очень многое зависит от руководителя. От его личного примера, от того, насколько он способен создать условия для занятий. У нас есть, опять же, яркие примеры, когда руководство обеспечивает организацию корпоративных физкультурных занятий. Кто-то проплачивает спортивные залы, кто-то находит материально-технические условия и, соответственно, ориентирует своих работников для массовых занятий. Опять же, это те грамотные руководители, которые понимают, что это снижение количества больничных листов, это повышение экономической составляющей. Всегда приятная часть таких мероприятий – вручение значков тем, кто их уже заработал. Были и такие, кто пришел на фестиваль, заодно унеся с собой ранее заработанную награду. Уже имеющаяся золотая спортивная реликвия совсем не позволяет расслабляться. Ирчайший пример тому – Ирина Передирий. Золотой знак сдать легко. А фестиваль – это уже проверка на прочность, делаешь на максимум. То есть, сдать на значок не надо на максимум делать, а здесь уже делаешь на предел свой, сдаешь. А еще у этого фестиваля есть своя особенность. В выполнении комплекса ГТО вроде бы индивидуальная задача, здесь же нужно работать на команду. Личные результаты лишь тешат самолюбие. Но на то они и трудовые коллективы, чтобы в любой ситуации оставаться сообществом единомышленников. Мне кажется, здесь самый главный мотив – это командный дух. Команда у нас крепкая, уже дружная, уже сплотившаяся, друг друга поддерживаем. Это мотивирует вообще здорово. И вроде бы казалось, ей не надо было столько отжиматься. Но когда тебя все поддерживают, не хочется как бы грязь лицом ударить, и хочется показать максимальный результат. И такой кайф и эйфория, потому что нигде таких эмоций не хапнешь. И вроде отпуск уже близко, но понимаешь, что без этого жить не можешь. Раз уж фестивали проводятся не первый год, то есть здесь и свои ветераны. Те, кто стабильно выполняет нормативы, перешагивая с одной возрастной ступени на другую. Как, к примеру, тюменский железный человек Игорь Завьялов. Но даже он, человек невероятно физической готовности, порой испытывает трудности в рамках фестиваля. Уже как бы с возрастом, как правило, гибкость уже теряется. Поэтому гимнастика для меня дается как бы самое трудное здесь. Потому что наклон это, ну сами понимаете, здесь, во-первых, нужно тоже тянуться постоянно и готовиться к этому. Поэтому гимнастика для меня дается самое как бы сложное вражении. Фестиваль ГТО для трудовых коллективов еще не закончен. Трудящимся разных сфер предстоит проявить себя в стрельбе, метании снаряда и плавании.